Тут свисток. Один свисток, одно пиво. Долевают пиво сразу тебе. Шуточная кружка. Напейся, не облейся называется. Смотрите, на дне, на просвет. Красоте. Это ручная работа. Она играет музыку. Это классно. Это чехия. Это чешское знаменитое стекло. Выдувается вручную. И выдувается каждый бокал индивидуально. Привет, друзья. Я вновь в магазине в антикмании. Сегодня рассказ будет про интересные, редкие кружки. Пивные кружки. Наверняка много кто из вас любит это дело. Всем привет. Приступим. Задавай вопросы. Я буду отвечать на вопросы. Да, мы тут немножко расставили эти все кружки. Они очень-очень разные, индивидуальные. И хотел спросить, с чего можем начать. Вот это самое маленькое. Первое. Что это за кружка? Какая у нее история? История. Кружка привезена из Германии. Это ручная работа. По всей видимости, южные какие-то сорта, поскольку такое легковесное это дерево. Она для пользования. Она функциональная. Это кружка для небольшого объема. Кто любит удовольствие получать маленькими глотками. Она стоит 250 гривен. Ага, отлично. Это такая винтажная вещь, не сегодняшняя. Вот это вот что за кружка? Такая прям... Которая вот это? Да. Это цинк. Это тоже тут с таким художественным рисунком. Внутри тоже цинк? Так она вся выполнена. Это из пищевого. Там, может, по серебрению? Не, 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 не. Тут нет серебрения. Это пищевое все. Тут что написано? Кто это у нас такой? Они ряд компаний выпускали. Угу. Это стоит 800 гривен. Ага, что тут изображено? Она стоит 800 гривен, поскольку тут есть вот небольшой нюанс на ней. И вот тут что такое. Поэтому у нас такая вот недорогая 800 гривен, кому не важен этот нюанс. Ага, а вот это что за кружка? Такая прямо с рисунком? Это французский романтизм такой рисунок называется. Французский романтизм. Да, это тоже такая шуточная кружка. Напейся, не облейся называется. Кто быстрее выпьет пиво, тот меньше обольется. Вот такие шутники немцы шутят, действительно устраивают такие шутки, там подопьют пиво. Полдня сидят, потом начинают развлекаться. Кто быстрее выпьет, чтобы через вот эти отверстия меньше попало. А сколько такая стоит? Эта кружка у нас стоит 1000 гривен. И еще... Она с секретом? Ой, ой, она с секретом, да, покажите. Смотрите, на дне, на просвет, что тут? Красотей. Русалка. Да. Красотей, награда. Ага, супер. Переходим вот к этой кружке. Тут свисток, свисток. Давайте попробуем посвистеть. Ага, как она работает? Как работает? Один свисток, одно пиво. Доливают пиво сразу тебе? Сразу прибежали, пиво долили. Вот команда поступила. Вот тоже это из шуточных. Что написано? Один свисток, одно пиво. Один раз свистнул и получил себе пиво, пожалуйста. Это стоит 400 гривен. А какого года? Это китайские? Это, боже упаси, нет, это не китайская. У меня китайского, вы тут ничего не увидите, если какой-то раритет столетний. Но это не китайская. Это Германия. Есть парочка вот Чехии 60-х годов. Все, Германия получается, а там Чехия. Да, вот это две штуки Чехии. Это тоже. Это для коллекционеров. Она функциональная, в принципе, это кружка, бочонок, да. Вот внутри она функциональная. Пожалуйста, кто предпочитает. Можно монетки за складывать. В том числе, почему бы и нет. Конечно, на самом деле, такие шкатулки. Это ручная работа, не в массовом производстве. Так что, тоже такие немцы любят ручную работу. 250 гривен она стоит. Это тоже шутливая. Вот вы видите, рыбак подсёк сам себя. Шутливая здесь вот такая крышка смешнючая. И муха сидит на этой крышке. Для рыбаков. Для рыбаков, да. И ручка в виде поплавка. Ага. Что написано там смешно? Германия написана. Прикольная. Да. Так, это мы показали. А вот эту показали? Нет, наверное, нет. Эту мы не показывали. Это из таких более обычных кружек. Хотя она там и клейменная. Вот такая просто пивная, красивая, правильно, хорошая кружка. А зачем крышка делается? Ну, чтобы пена не так быстро оседала. Ага, понял. Так, давайте дальше. Какую хочется показать? Какую хочется, какую хочется. Ну, вот тоже деревянная. Тоже это хендмейт такой немецкий. Она стеклянная внутри. Деревянная. Прямо какой-то кастет. Ну да, такая удобная тоже ручка. Очень удобно держать в руках. Сколько такая стоит? Это тоже 250 гривен. Вообще, очень, мне кажется, доступный формат. Этнер подороже, да? Это подороже, да? Это такая штука. Начинаешь выпивать, и она тебя веселит. Она играет музыку. Ага. Выпил. Это ВМФ, кстати. Какая красивая, яркая. Красивая, тоже смешливая. Карета мчится. Это вот открыли крышку, получаете удовольствие. Ага. Открываете туда штук. И заводится туда. Вот эта штука, да? Вот эта штука, да? Заводится вот этой штукой, да? Горном. Этим почтовым. Сколько это стоит? Самая дорогая стихка, что здесь. Это стоит полторы тысячи из-за сложности вот этого вот. Механизма, да? Механизма, да? Плюс еще фирма ВМФ. Ну да. ВМФ это что за фирма? Это немецкая фирма, очень знаменитая. Угу, класс. Сегодня вы по немецким кружкам. Ну, сегодня да. Так, дальше. И можем к Чехии перейти, да? К Чехии. Вот это моя, например, покажу парочку этих бокалов для него и для нее. Я так называю. Вот для дамы поменьше. Это пиво написано. Ага. Фирма пиво. Сколько стоит такие бокальчики? Это 500 гривен комплект стоит. Вот кому нужно паре какой-то подарить комплект любящий выпивать пиво. Да. Ну почему нет? Эта форма очень такая интересная и интересно выпивать из них. А вот эти тоже прям форма? Это классно. Это Чехия, да. Это чешское знаменитое стекло выдувается в рамках. Вручную выдувается каждый бокал индивидуально. Не такое простое это производство сложности. Ну, где-то 50-60-е годы прошлого столетия. Вот она парой продается тоже у нас. Даже видно, тут цвет отличается. Постарались сочетать два цвета. Тут больше зелени получилось. Тут меньше. Больше прозрачности на дне. Очень тяжелая. Интересная. Очень дизайн офигенный. Сколько стоит пара такая? Пара стоит 500 гривен. Ага, слушайте, прям вообще очень крутой. Там уже бокальчики попроще, да? Ну вот это вы уже показали. Ну да, а это просто литровый. Литровый, да. Это кто любит большими объемами Холберхаус, кто посещал. Да и вообще пивнухи эти немецкие, знаменитые. Вот видели, сколько барышня на этот Октоберфест может в одной руке унести кружек. Это фантастика просто. Просто фантастика, как они худенькие девочки умудряются. Вы про все рассказали? Вот тот бокальчик не помню. Это тоже с рекламой пива. Обычный бокальчик. Это пол-литровый, маленький совсем для тех, кто просто любит. Для детей? Нет, для детей не нужно. Для детей нет. Ну, для тех, кто не в таких количествах любит пиво, просто получить удовольствие, посмаковать любит. Для тех, кто любит пиво, можно подобрать себе на любой вкус и с юмором, и такие более классические варианты, и что-то реально интересное. Друзья, вот такой выпуск у нас экспериментальный про пивные кружки. Напишите, как вам, какая кружка вам понравилась, и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.